На службу научно-техническому прогрессу пришла еще одна молодая наука голография. Она дала возможность наблюдать явления, невидимые невооруженным глазом. Например, тепло, излучаемое рукой, горящие сигареты, структуру пламени, кинетику роста искусственных кристаллов из раствора и многие другие процессы. Голография была открыта в 1947 году английским физиком Деннисом Габбером. Школа советской голографии начинается с работ члена-корреспондента Академии наук СССР Юрия Николаевича Денисюка. Голография — это новый вид записи объемных изображений с помощью лазерного источника света. При голографической съемке фиксируется не изображение самого объекта, а сложный узор интерференционных полос. Такая пластинка называется голограммой. Но достаточно осветить эту голограмму лучом лазера, и тогда за ней в пространстве возникает объемное изображение снятого объекта. Такое свойство голографии дает возможность использовать ее не только в науке и технике, но также в кино и телевидении. В Советском Союзе ведутся большие научно-исследовательские работы в области голографии. Для проведения голографических исследований разработаны и запущены в серийное производство ряд голографических установок. Например, УИК-1 — установка импульсная, голографическая. Она удостоена золотой медали ВДНХ и дипломов на международных выставках лазерной техники в Чехословакии и Болгарии. Эта установка работает на импульсном рубиновом лазере с двумя каскадами усиления и предназначается для получения голограмм быстро протекающих и нестационарных процессов. Методом голографической интерферометрии на установке УИК-1 можно изучать развитие разряда в различных участках импульсной лампы возле катода или в середине, асимметрию разряда, а также объемное распределение концентрации электронов. По голографическим интерферограммам взрыва проволочки в воздухе или в воде можно увидеть границы ударной волны, определить скорость ее распространения и объемное распределение температуры в области взрыва. С помощью УИК-1 можно проанализировать работу МГД-генераторов с применением в качестве моделирующего потока газоводяной смеси. Производить регистрацию объемного распределения газовых пузырей в потоке воды. И воздушных каверн в дизельном топливе у поверхности движущегося поршня. Регистрировать объемное изображение факела распыла форсунки. С помощью УИК-1 можно также получать объемные портреты, восстанавливаемые как в когерентном лазерном свете, так и в белом свете по методу Юрия Николаевича Денисюка. Голографическая установка УИК-2. В качестве источника света в ней используется гелий-неоновый лазер непрерывного действия. Установка служит для съемки голограмм стационарных объектов, а также для исследования медленно протекающих процессов в реальном масштабе времени. Например, можно исследовать в прозрачных сосудах произвольные формы, кинетику процессов перемешивания жидкостей и распределение оптической плотности смеси по объему. Можно изучать конвекционные потоки в жидкости, создаваемые нагретым телом. А также наблюдать процесс электролиза. Процессы, происходящие внутри пламени и при испарении жидких пленок, а также деформации отражающих объектов произвольной формы, вызванную тепловыми или механическими воздействиями. Эта установка дает возможность выявлять дефекты и неоднородности в различных прозрачных материалах, например, в оптических пластинах, линзах и других изделиях. Установка УИК-2 в комплексе с голографическим микроскопом позволяет наблюдать внутреннюю структуру тонких сплошных и двухслойных стеклянных волокон. Исследовать микродефекты в искусственно выращенных кристаллах. Наблюдать ранние стадии деления в живых клетках, невидимые в обычном микроскопе, а также изменение плотности цитоплазмы клетки в состоянии плазмолиза. Для получения количественной информации с голограмм и интерферограмм разработана установка УОК-2. В одно устройство этой установки преобразует первичную информацию в цифровой код. После этого закодированная информация вводится в электронно-вычислительную машину и обрабатывается. Затем через выводное устройство УОК-2 выдается восстановленное изображение заголографированного объекта в виде фотографии. Голография еще только открывает свои тайные возможности. Но область ее применения непрерывно расширяется и, несомненно, голография займет одно из ведущих мест в различных областях науки и техники. УОК-2 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...